Девочка-пай Там где-то есть лето Солнце, правды и свет Там где-то ответы Ни болезней, ни бед Как хочется нам туда Где светит одна звезда Где с нами любовь всегда Над церковными куполами Небо синее, синее Я иду под моими ногами Русь пролегла родимая Тихим светом далеким светится Небо звездами озаренное Нелегко душе моей верится Вечный рай, где живут спасенные В чистом небе поют херувимы Сердце рвется от счастья и радости Для меня этот край любимый Полон света, добра и благости Тихим светом далеким светится Небо звездами озаренное Нелегко душе моей верится Вечный рай, где живут спасенные На земле моя жизнь покончится Пролетит незаметно, как тихится И мне очень-очень хочется За Россию всегда молиться Тихим светом далеким светится Небо звездами озаренное Нелегко душе моей верится Вечный рай, где живут спасенные Тихим светом далеким светится Небо звездами озаренное Нелегко душе моей верится Вечный рай, где живут Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи» Я ее ведущий, священник Анатолий Першин У нас в гостях Петр Шлимаков Здравствуйте! Мы с Петром недавно познакомились При очень интересных обстоятельствах У нас в нашей творческой гостиной Постарали на улице Матросова, двадцать Привезли пианино И мы в интернете выставили объявление Может быть, кто-то откликнется Потому что он немножко подрастроен Но Петр увидел это явление Ну, как я понял, это уже Это был как бы Божий промысел в этом Что Петр уже за нами следил Да? Да, мне не хотелось встретиться И нашелся повод Кто-то нас слышен Господь усмотрел Да Замечательный повод И во славу Божию Было настроено пианино И оно уже звучит И оперные певцы поют И дети играют И издает звуки И приносит, можно сказать, духовную пользу Так что спасибо В этом смысле все очень хорошо совпало Вот Ну и мы с Петром познакомились Говорили потом Разговаривали Я немножко узнал его историю жизненную Вот И решил его пригласить на передачу Чтобы, может быть, кто-то Ну, для примера И Петру тоже для самоутверждения Какого-то Потому что для него, я думаю Что это необходимо Вот Какой-то материал уже будет И видео Потому что иногда надо людям Что-то доказывать А то да посмотри Вон передачу На телеканале Союза И все поймешь, да? Вот Меня очень его заинтересовало То, что Его делание Вот Еще я Заинтересовало то, что Как он Ищет Бога Как ищет Христа В этом мире Потому что Можно, допустим Сразу принять Все безоговорочно И так с детства А можно Есть разные пути Постижения Бога Вот И тоже об этом Хотелось сегодня В передаче поговорить Вот О твоем пути Может кто-то увидит себя В этом пути А может У кого-то Появятся подсказки Какие-то Как дальше жить Что делать Вот Петр Десять лет Играл В электричках Может Наши братья и сестры Кто-то его видел Он Пел разные песни В том числе Такого Духовного содержания То есть Это Какая-то была Эмиссия В том числе Вот Я хотел бы тоже Немножко так Поговорить В этом плане Во-первых Расскажи о себе Где ты родился Как ты попал в Петербург И почему электрички Вот Три вопроса Да Хорошо Родился я На севере Город Ухта Республика Коми Мои родители Отец Сам с Белоруссии С Могилевской области Мама с Кировской области Они приехали туда молодыми Стали трудиться Познакомились Родили нас Троих братьев Я младший Вот там И прошло время Я вырос Стал Путешествовать Мне стало интересно Поехал в эти края Санкт-Петербург На лагере на Финском заливе Замечательные молодежные И Первый раз Так сказать Поехал в электрички Потому что в наших краях Кто Если бывал Кто Есть в республике Коми Не ходят электрички И когда я увидел ребят Поющих там Я их увидел И несколько так Сердце своем Немножко осудил их Можно сказать Сказав так себе Что Лучше б они пели Или в театре Или в церкви Но как бы в электричках Я никогда так Делать не буду Прошло время Я стал почаще Приезжать в эти края Можно сказать Переехал сюда Жить И трудиться Маленький такой городок Новгородской области Чудово Это 120 км От Питера Я в свою деревню езжу Через Чудово Постоянно Да Проезжаете его Да Да И вот там Я мечтал С детства У меня отец Был водителем Профессионалом И с детства Я мечтал Так же Видел его права Стать таким же профессионалом То есть Моя любовь к отцу Выражалась Моей любви К этой профессии К автомобилям Я просто пошел по предприятиям Этого маленького городка Нашел одно предприятие Где сам директор Кормил собаку Белой рубашечки Я его увидел Спросил свою просьбу Он говорит Пойдем ко мне в кабинет Рассказал Что в мои годы Уже у него Труженики ездят в Финляндию Сказал Что сделает категорию Поможет во всем И в принципе Я у него стал трудиться Но потом Как так сказать Годы такие Как-то бизнес его не очень Ладился Категорию он мне сделал А посадить за фуру Не успел Вот Так вот сложилось И я тогда поехал Просто на своей машинке Работать в такси Тоже денег как-то не хватало И тогда Просто мы дружили С одной Замечательной девушкой И предложил Пойдем Я зарекался Пойдем попробуем Попоем Споем хотя бы одну песню То есть не хватало средств Как бы Да То есть Бывает Жизнь такой у нас В России Смотря где кто живет Где какие есть возможности Какие-то финансовые Какие связи А репертуар то откуда у тебя был Был ли репертуар Репертуар то был То есть как раз с юности С подросткового возраста Я стал посещать Такие Собрания Христианские Где Молодежь Вот После пионерии Они Очень любили петь Собирались По пять гитар Вот И уже такая вот Тематика У них была какая-то пустота И когда они вот Узнавали о Боге Они уже сами сочиняли Что-то очень красивое Я таким вот Поменьше был Я Слушал Так вот Любил с детства Красивое пение Завороженное И что-то от них перенимал Вот так вот Таким путем Вот сформировался И репертуар И у тебя уже были Какие-то песни да Да то есть Уже стали меня потихонечку Так же подключать Пригласили Попеть в хоре Вот Потом Брат мне показал Первые три аккорда Ля минор Ре минор И ми мажор И ми мажор да Была такая гитара У нас первая Что струны Резали Пальцы в кровь Вот Как-то Но потом подобралась Хорошая И так потихонечку Потихонечку Я уже научился Стал петь Ну вот вы вошли С девушкой В электричку Было страшно Гитара была Да Была гитара Были люди Девушка тоже пела Или она с шапкой ходила Девушка она Так же со мной пела Но сам момент Просто подняться даже Было Это настолько трудно Это что-то То есть вы сидели и Как перед кабинетом зубного врача Можно сказать В детстве Вот так вот да И я Стал Конечно таким волнением Кровь вот вся аж бегает Вот Чуть ли не с головокружением Поприветствовал Людей И мы Стали петь Песню А как ты к нему Обратился Дорогие братья и сестры Или что Или люди Я даже не помню Скорее всего Дорогие Уважаемые пассажиры Вот так вот Да Поприветствовал Позвольте Да Как-то вам Отвлечь вас Да Как-то так оно и было Я сейчас точно не помню Да что Помню только песню Которую мы первые спели А какая Песня называется Мимо антикла река Вот Можно конечно ее вспомнить Да Прямо сейчас Да Ну это нормально В смысле У тебя же там наверное запланирована была другая песня Другая немножко да Ну нет Давай мимо антикла река Как раз это повествование это вписывается Да Она такая вот простая Народная Ее автор Я потом поискал в интернете И у него интересное имя мир Галь Перн Вот Но она настолько вот Вошла на рост Что автора уже не помнят Но поют ее Ну спорят Ой интересно Да Очень хорошая простая песня Представь Представим себе что мы в электричке сидим Да это такое А ты заходишь Дебют с этой песни в электричке Так же и вот на канале Союз Да Мимо текла, текла река Плыли куда-то облака Шел человек, была дорога нелегка И человек мечтал о том, что он построит где-то дом И поселится счастье с ним в доме одном И человек мечтал о том, что он построит где-то дом И поселится счастье с ним в доме одном Часто бывало, уставал, но он, как прежде, напевал Песню любимую свою, ту, что поет Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно Даже стулья со столом, это не дом Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно Даже стулья со столом, это не дом Дом это дом, куда готов ты возвращаться вновь и вновь Радостным, добрым, нежным, злым, еле живым, да еле живым Дом это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут Где ты забудешь о плохом, это твой дом Дом это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут Где ты забудешь о плохом, это твой дом И вот организовалась пауза и что дальше было? А там хлопают еще в электричках Иногда, если попадаются такие люди, которые как бы творческие люди То есть порой люди сами так же сидят и много стесняются Ну, песня-то удачная, потому что кто-то ехал, наверное, там, за город Люди все мечтают о доме, где-то там, ну, тема, тема хорошая Она такая, на все времена, и для молодежи, и те, кто прожил свой путь, прошел Да О чем-то, может, сожалеют Ну, и, значит, и что? И они бросили денежку? Ну, не то что А сколько в электричке вагонов? На те времена было где-то вагонов 8 Из Чудова на Санкт-Петербург Электричка ходила Мы доехали до города Тосна Пропели, прошли ее все Очень интересные были реакции Иногда одна женщина, помню, сказала Так, ребята, вы тут не ходите, не пойте Потому что раньше ходили такие люди, которые нарушали, так скажем, общественный порядок Вот, и это просто деньги собирали просто Но когда мы как-то успокаивали, пели, потом женщина, помнится, она извинялась Говорит, ребята, пойте, пойте Один дедушка нас так вот рядышком сидя, он нас стал спрашивать Ребята, откуда вы такие песни берете, откуда такие голоса? Вот это вот помнится И, конечно, такие моменты, они как-то нас подкрепили, воодушевили в чем-то А о Христе были песни, да? Вот о вере, о Христе, да? Вот такие конкретные были песни? Ну, вот на тот момент прямо так мы не пели Прямо о Христе Просто в каких-то главных вещах там Да, вот больше та песня над церковными куполами, которая прозвучала Да, вначале Вот, такие переживания Ну, ты можешь как-то проиллюстрировать какую-то песню такую спеть? Ну, допустим Которая бы подвигла человека вот обратить внимание На Христа, на религию, на веру Вот едешь в электричке, весь замороченный, там какие-то забот, тревог на работу или с работы, уставший И вот такое слово, евангельское слово, чтобы такое было песня Да, есть очень хорошая песня Она так и называется Спросил человек, где мне Бога увидеть Автора, к сожалению, сейчас пока не вспомню Назову Но я постараюсь вспомнить Субтитры создавал DimaTorzok Спросил человек, где мне Бога увидеть Спросил человек, как его отыскать мне Отвечу ему, это просто и ясно Ведь правда о Боге чиста и прекрасна Отвечу ему, это просто и ясно Ведь правда о Боге чиста и прекрасна Сгляни на себя Твои руки похожи На руки любви, что творили тебя На руки его, что гвоздями пронзили Которыми спас он тебя И меня Сгляни на себя Ты создание Божье Подобный ему человек сотворен И сердце твое предназначено, друг мой Для Божьего Духа, живущего в нем И сердце твое предназначено, друг мой Для Божьего Духа, живущего в нем Взгляни на себя Твое сердце способно И плакать, и петь, и любить, и страдать Но место есть в нем, где ничто Кроме Бога, как в храме святом Не должно обидать Спросил человек Как мне Бога увидеть Спросил человек Как его ощутить мне Отвечу ему Это просто и ясно Ведь правда о Боге Чиста и прекрасна Взгляни на себя Ведь подобия мало Быть внешне похожим Ведь это не все И чьи, что подобие Образом стало Как это найдешь Так увидишь его Спасибо Такое бывало, что люди говорят Не надо, не надо нам Что вы тут здесь поете Какую-то пропаганду Развели Это вам здесь Ни церковь, ни это Был такой случай? По поводу пропаганды нет Были интересные случаи Когда заходишь в вагон И рядышком сидит семейная пара И ребеночек маленький В коляске спит Или на руках И тогда приходилось Конечно, как-то С людьми немножко договариваться И в чем-то как-то мягко Вы не против Убедить Да, в том, что Я им говорил Вы знаете Я постараюсь так спеть Как колыбельную И в какой-то момент Люди соглашались Изредка были Ну как-то бояться Странно, конечно Что кругом идет Какой-то шум колес Там какие-то Торговли мимо проходят Что-то Как бы это не беспокоит А вот когда кто-то с гитарой Ну, видимо Были какие-то случаи Да Был один интересный Такой Где-то и курьезный случай Когда мужчина Уже в таких годах Просто решил Как-то Можно сказать Самоутвердиться Наверное Сказать Что ты здесь петь не будешь Так и так Иди Даже немножко ругаться Ну, примерно Его же возраст А женщины Их несколько встало И быстро показали Там мужчины Кто здесь хозяин Да Вот И он тогда Дал добро Сам же мужчина Поняв Что все-таки Ну, ладно Типа Да Это Ну, как-то Необходимо В чем-то Однажды был такой момент Когда У меня Просто не было денег Я сел И подошла Женщина Ревизор Я с ней Постарался Договориться Она вот На принцип Пошла Что Ты не платишь Сейчас За пилет Все Выходи Петь не будешь И был такой момент Когда Женщина Такого Наверное Уже Как ветеран Наверное Где-то Войны Она встала И где-то Немножко Даже Набросилась На нее И сказала Ты что Он нам Где-то Душу лечит Вот А ты сейчас Так как-то И В следующий раз Даже Женщина Она как-то По-другому Как-то Отнеслась Уже Вот Конечно Есть Такой момент Все-таки Какие-то Рабочие Моменты Есть Свои правила На железной Дороге Но вот От русского Народа Вот Эта Милость Сердца Когда Люди Как-то Друг Другу Стараются Понять Друг друга Не отнять Слава Богу Что в наше Время Это Так и Есть Жить Жить можно На такие Средства Вообще Конечно Можно Жить На такие Средства Просто Однажды Как У каждого В каком-то Деле Наступает Такой Момент Такой Синдром Выгорания Просто Заниматься Этим Делом Ради Какого-то Заработка Трудно Но это Можешь Сказать Протянут Рукой Практически Фактически Наверное С этого Все И начиналось Если Брать Электрические Города Москвы Которые Так же Я Объездил Все направления Там Многое Можно Поглядеть Есть Люди Приезжие С разных Ближайших Зарубежья Они пытаются Как-то Заработать Есть Где-то Маленькие Ребята Сгонята Проходят Как-то Там Там Талантов Много Есть Достаточно Серьезные Где-то С какими-то Инструментами Музыкальными Уже С озвучкой Своей Разные Для меня Лично Был Момент Все-таки Мне Хотелось Людям Петь О Боге Потому Что Как-то У нас Так Повелось Что Все Это Где-то Песни О Боге Они В храме Или Где-то В каких-то Других Местах Но Иногда Когда я Пел Песни Особенно На церковной Куполами У меня Наступало Такое Ощущение Что Как будто Во время Этого Пения Люди Когда Так Слушают Внимательно На Несколько Минут Вот Этих Песни Как будто Они Оказываются В храме Да То есть Отвлеклись От Забот Каких-то Своих За день Все Что Беспокоишь Все Что Происходит Да Смогли Просто Открыть Своё Сердце Музыка Она Способна Это Делать Я тоже Наверное Спою Мальчика Конечно Вот Я Конечно Не играл В электричках На улице Пытался Играть Конечно Испытание Не Приносит Никакого И милиция Гоняет И В городе Это очень тяжело Ну Кто его знает Пути Господь Неисповедима Душа моя Окаменелая Зачем не любишь Ищешь лжи И где твоя Одежда белая Одни мечтания И миражи Душа моя Была доверчива Но суета Земных сует И жизнь пустая И беспечная Заткнили мне Небесный свет Путия Петр Рад был с тобой В этой передаче Встретиться Рад, что вообще с тобой познакомился. Божья помощь тебе. Вот сейчас, конечно, я понимаю, что по-другому жизнь. Ну, я надеюсь, что мы в следующей передаче поговорим о дальнейшей твоей жизни. И вообще о том, как ты к всему этому пришёл. Так что, Божьей тебе помощи. Дорогие мои, передача «Лаврская встреча» подошла к концу. Ну, с нами был Пётр Шлемаков из Чудова. Да, в данный момент в моей жизни из Чудова. Да. Спасибо всем, Господи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»